Привет, ребята, это Илья Якиамсев. Сегодня обзор на концерт, или, как вы говорите, это бездарные твои мнения, Илья, по поводу концерта Гаррика Ганесяна, который называется «Жизнь худший драматург». Для меня это очень интересный концерт, потому что я нахожусь практически в той же ситуации. И, честно говоря, здесь есть некий внутренний вопрос, там, узнать, как другие эмигранты чувствуют себя, переживают, какие слова находят для того, чтобы выразить свое состояние или состояние окружающейся действительности через свой концерт. И это я отложу в конец, хорошо? Сперва какие-то обычные вещи, и, скажем так, я благодарен, пофигу вы называете, как эти обзоры, главное, что это нормальный реальный повод убраться на кухне. То есть, ребят, это убранная кухня, перестаньте мне писать, уберись. Да, я понимаю, что самое худшее на этой кухне – это я, но терпите, иначе бы этих роликов вообще не было. Я не понимаю, как вот чайник можно записывать в видео. Не понимаю. Итак, смотрите, я купил его, то есть все концерты, которые продаются, я покупаю. У меня не было никакого приглашения. Для меня 3,3 доллара – это небольшая сумма, это 100 рублей. Вот, примерно, где-то там, вот в этих, не знаю, каких курсах. Вот, я сейчас расплачусь в долларах, 3,3 доллара. Это самый дешевый билет на концерт, который я могу купить здесь, в Грузии. Прямо скажем, даже в Бухаре стендап-клуб, Бухари, Бухари, правильно говорить, стендап-клуб, это гораздо дороже. Там 40 лари это стоит, и, в общем-то, это еще на минимально такой не самый дорогой концерт. Вот, поэтому для меня эта сумма была вполне нормальной, чтобы посмотреть. И точно так же я буду делать этот обзор, не зря ли я потратил деньги. Сразу скажу, не зря. Стоит этот концерт тех денег, идите, смотрите, и даже если у вас где-то в подкорке останется эта мысль, в конце, скорее всего, вы скажете, ну да, 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 нормально. Это нормальные деньги. Вот. Что касается самого концерта, здесь мне было очень интересно, потому что, если вы помните, предыдущий концерт Гаррика Большой назывался «Жизнь лучший драматург», а сейчас «Жизнь худший драматург», и здесь скорее не про то, что жизнь драматург, а про то, что жизнь стала херовой. Вот это самое интересное было для меня, потому что стиль Гарика, он очень интересен для меня. Это вот стиль человека, который случайно столкнулся с тобой в переходе в каком-нибудь куда-нибудь, и хочет за 15 секунд рассказать все, что произошло за последние два года. И очень интересно, что он из этого смог построить свой личный ритм, то есть, честно говоря, вот такую подачу, как у Гарика, я не видел больше ни у кого, и Гарик с ней справился. То есть, ему люди обычно меняют подачу, чтобы было понятнее, Гарик остался в своей подаче, но расставил там ритмические участки так, что это снова оказались шутки. И в результате у него такой непрерывный флоу пошел именно с точки зрения ритма и количества слов, что ни в одной литературе, с комедией не рекомендуется делать ничто, но он сам себя в ней организовал. То есть, это шутки, это прямые шутки. Он может рассказывать ритмичные истории, он понимает, где люди смеются, он понимает удары, он понимает уровень своей шутки. То есть, для него органично вмешать в этот ритм и сложные шутки, и такие богатые шутки с идеей, но вместе с тем он с огромным, очевидно, с огромным удовольствием пользуется вот этой всеми ощепками комедии, типа там, ну, каких-то приемов вроде, ну, каламбуры. У него просто каламбуры, это его видно, ну, ну, прям ежедневная практика. А давайте вот на любое слово придумаем какую-нибудь херню, потому что, ну, мне надо прямо сейчас. И вот это все очень сильно замешано, при этом есть очень серьезные тематические акценты, действительно богатые шутки. Вот про богатство, когда я говорю, это когда не просто ты там каламбур, ну, две вселенные соединил, а когда через это принес куда-то, к какому-то выводу, который может быть неоднозначный. И вот этот стиль, ради одного этого стиля стоит смотреть, потому что это совершенно точно, это какой-то якорь, какая-то интонация, какая-то форма, которая существует в единственном лице в комедии. Прямо в единственном. Вот, то есть только Гарик так делает. Это одна из самых интересных частей. Второй момент. Я был в начальном концерте Гарика в Москве когда-то, то ли в марте, то ли в апреле. Я сейчас не помню, и Гарик там вот в этот момент уже изменялся. Было видно, что те шутки, которые он тогда говорит и написались до этого, они не очень попадают в его личный момент жизни. То есть все нормально. Он там говорил смешные штуки и говорил про эти смешные штуки в своей манере, стал смеялся нормально, но там вот виден был этот нерв, что как будто это уже и не надо, это уже просто ни то, ни тогда. Концерт тоже не плохой. Концерт был бы круто увидеть полностью, включая запись в книге, вот именно как большое прощание. Даже не со страной, не с Россией, а с каким-то большим пи***ом. И вот это вот тот самый момент, про который я хочу поговорить, это описание того, что жизнь бывает непозитивной. Я все время для себя думал, что будет, но мне просто был интересен эксперимент, если Гарик будет рассказывать про гангрену вот в этом своем стиле. То есть гангрен, видали, вот с этой интонацией что будет, и Гарик прекрасно справился. То есть он умело выдержал расстояние между драмой и комедией так, чтобы перевести ее в комедию. При этом ты смеешься, и Гарик очень жалко, потому что у него, ну жалко, это не только у Пчелки, но и у меня, например, это о том, что ты сопереживаешь. Ну просто, да твою мать, там весь концерт такой, да елки-палки, да как это, да куда же это пошло, и зачем все это так происходит в целом. Потому что когда Гарик несло, и он был очень общительным, и у него все получалось, это было понятно, это как бы органичное движение вперед. Вот летит метеор, за ним шлейф, он освещает всех, и вот так. И в результате вот сейчас метеор прилетел в Армению, так получилось, а из Армении улетели все. И вот это вот чувство такое одиночества и непонимание, что с этим делать, потому что как бы вот этим процессом ты больше всего не управляешь, и при его полной общительности, его запертость в Армении, там даже по сравнению с соседней Грузией, что очень странно, конечно, одна из самых идиотских ситуаций, которые я слышал в жизни. Ну там вот и драка, и он, это прям два человека трагедии в этом смысле. И как это он переживает, как это было, это невозможно. Там просто вот этот концерт, он именно богаче на драматическую составляющую. То есть Гаррик сумел это сделать стендап-концертом, это чистый стендап-концерт в плане комедии. То есть там все уходит на комедию и так далее, но это гораздо большего объема сообщения, как таковое. То есть там описание, именно подразки одиночества, неустроенности, постоянного перемещения людей, нет коннекта с людьми, которые ты привык делать, ты не понимаешь, кто они, ты не понимаешь, где. Вот когда летишь вверх, понятно, вверх это там, а когда выясняется, что ты летишь больше не вверх, а нет никакой системы измерения, вот этот концерт об этом. И этим он сильно отличается от предыдущего, потому что у Гарика в России все было хорошо. Вот прям хорошо. Ну, относительно комедии я имею в виду, не знаю, про большее он не рассказывал. Так вот, и этот концерт вот именно с этой точки, с чувства драматического зрения в изложении Гарика нужно смотреть. И это просто вот именно объем. Он дал настоящий объем существования человека, который оказался в потере координат. Причем вот он остался как бы в себе, он остался в разуме, он остался в том флоу, который он разработал. Но этот флоу просто работает по-другому, и это стало богаче. Очевидно, что ему пришлось привязывать, ну, к чему-то еще, кроме как ругаться матом, на действительности. Он смог, он снова смог остаться в себе тем комиком, который умеет делать это так. И снова он сумел организовать вот это вот пространство именно в своей комедии. Ну, для примера, для яркого примера, я очень сильно ржал там в одном из отрывков, которые там с Михаилом Шацом, но он просто неймдробингом. А здесь Михаил Шац стал драматической фигурой, для него тоже очевидно. И вместе у них там такой мощнейший симбиоз внутри этого концерта, что это просто перешло в плоскость жизни, из плоскости таблоидов. Когда он говорит про кого-то известного в своем концерте, это тоже очень круто, блин. Вот прям вот, вот туда вот сформировало человека, действительно, лучше, конечно, не сформировало. Я честно говорю, не надо кем будет проживать такой опыт. Но вот он прожит так, этим круто. Ну и последнее. Два момента, когда он общался. Четвертый момент про эмиграцию. Потому что я хотел его выразить отдельно, потому что он, наверное, бьет сердечко мне и всем, кто переехал. Потому что я не представляю, что такое рассказать про эмиграцию в полном объеме, что происходит с человеком. И я точно так же понимаю, что это должно быть какое-то коллективное сообщение, то есть сумма опытов. Я про свой опыт здесь, в Грузии, не могу ничего сказать, потому что он тоже международный, по сути дела. Потому что я, например, очень благодарен Гарику за выступление в январе в арест-стендап-клубе, который он держит. Они там свели мой кассовый разрыв в ноль неожиданно. И это была очень большая помощь для меня в тот момент. Вот. И сейчас я смотрю, как люди пытаются описать сформировательность разных сторон. То есть Гарик видит это так. И Драк, он не очень много об этом говорит, надеюсь, расскажет, видит это по-другому. А кто-то еще видит по-другому. И вместе мы формируем картину того мира, именно русскоязычной культуры, который не в России. Потому что из России его не видно. Я помню, я приезжал выступать в Голландию еще давным-давно. И там пришли люди, которые просто хотели услышать русскую... И все такое. Но они просто хотели быть частью культуры. И вот то, что эта культура формируется в том числе через такие сообщения, я считаю, с точки зрения комика, который эмигрировал и рефлексирует на это, это большой богатый вклад в понимание того, что происходит. Конечно, это невозможно пережить. Но у Гарика это отличное переживание, которое можно разделить. И в этом для меня дополнительная ценность. Ну, ладно, давайте завершим. Я рекомендую. То есть этот концерт стоит 3,3 доллара или сколько-то там рублей. На русской карте 200, по-моему. Ну, ребят. И этот концерт стоит того, чтобы его посмотреть внимательно. Потому что это еще и рассказ. Даже если вы ни на одной волне с Гариком и ни на одной волне вообще с какой-то комедией, это может быть воспринято как рассказ. Вот именно как общее переживание, за что вот его дополнительная ценность для меня очень высока. На этом все. Это Илья Икямсев. В общем, пишите комменты. Пишите комменты Гарику. Хвалите его. Человек с огромным общительным потенциалом остался в стране. У него есть друзья там прекрасные армянские комики или комики из Армении. Я не знаю, как более правильно говорить. Они делают очень большую вещь. Гарик там помогает и стране, и комикам, и кому только нет. Организуя, что там это. Но все равно чувство одиночества остается. Пишите ему. Гарик, ты молодец. Хорошо? Гарик, молодец. Гарик, молодец. Если вы думаете написать здесь сообщение, напишите куда-нибудь Гарику в канал. Гарик, ты молодец. Это большая помощь, большая поддержка. Я надеюсь, что Гарик продолжит делать, формировать себя, как именно комика, очень богатого. У него есть все для этого параметры, и видно, что он с этим справляется. На этом все. Давайте. Меня зовут Илья Икямсев. Ну, вы знаете. Пишите комментарии. Будете писать плохие комментарии. Я вас буду слушать нахер, потому что мне это тоже не надо. И лучший лайк этой репутации. Пока.